МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый снег. Синоптики обещают морозную погоду. А теперь во всем подробнее. Вчера стало известно, что правительство России разрешило гражданам, у которых есть лицензия, носить определенные виды оружия в целях самообороны. В общем-то, граждане встретили эту информацию довольно неоднозначно. Раньше россияне, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб. Новая редакция постановления дополняет эти положения словами, а также в целях самообороны. Некоторые, когда вчитывались в постановление, то ничего нового в нем так и не смогли увидеть. Другие же моментально стали утверждать о возможном всплеске преступности. Сегодня мы постарались выяснить мнение людей, которые умеют обращаться с огнестрельным оружием. Россиянам разрешили носить определенные виды оружия для самообороны. Ранее граждане, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб. Новая редакция постановления дополняет эти положения словами, а также в целях самообороны. На сегодняшний день в нашей стране действует около 7 миллионов лицензий на ношение гражданского оружия. А между тем, еще весной этого года президент Владимир Путин выступил против свободного ношения огнестрела. По его словам, на руках у нашего населения и так много оружия. Поэтому искусственно стимулировать этот процесс очень опасно. И тем не менее, факт остается фактом. Специальное разрешение дает право любому желающему свободно выгуливать свое оружие. Чем это чревато? Своё мнение по этому поводу высказали люди, имеющие практику в данной сфере и знающие, что такое огнестрел в руках не того человека. Я считаю, что наше общество сейчас не готово к тому, чтобы среди них были члены, которые носят оружие. И запрещать тоже, я считаю, огульно вот это ношение оружия нехорошо. Для того, чтобы люди смогли носить оружие, они должны быть полноценными гражданами. Для этого нужна комиссия, которая будет отбирать критерии, кому можно оружие носить, кому нельзя. Психи могут пойти и за деньги купить справку, что они нормальные. А добро порядочный гражданин, он эту справку не сможет взять. То есть, по Вашему мнению, вот именно такая система? Да. У нас система, нужность пеператора работает, система выдачи справок и проверка лиц. Что в психдиспансере человек может, что в наркологическом диспансере он может эту справку купить, что он здоров. За этот год было очень много случаев со стрельбой. Люди напиваются, идиотов у нас хватает и начинает направо-налево шмалять. По мнению ряда депутатов Госдумы, речи о полной легализации ношения оружия в России не идет. А вот по мнению полномочного по правам человека в России Эллы Памфиловой, оружие для самообороны приведет к росту несчастных случаев, в том числе с детьми. Данное решение, как передают слова Памфиловой РИА Новости, чревато многими опасными и трагичными последствиями. Также она добавила, что негативными последствиями такого решения могут стать как самострелы, так и использование оружия детьми. Несчастный случай, правда без огнестрельного оружия, произошел в Старожиловском отделении полиции. Стало известно, что там утром во вторник скончался задержанный. Мужчину местного жителя задержали накануне вечером за совершение мелкого хулиганства в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следственный комитет проверит обстоятельства смерти задержанного в Старожиловском отделении полиции. Впрочем, смертельные несчастные случаи происходят не только в районах, но и в областном центре. Например, на прошлой неделе произошли сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия на улице Есенина. В обоих случаях погибли женщины-пешеходы. Первое ДТП произошло рядом со зданием Дворца детского творчества. Здесь автобус ПАЗ сбил 86-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. А второй смертельный случай на улице Есенина произошел в тот же прошлый понедельник, вечером около остановки завода САМ. Здесь 24-летняя девушка переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Трагические смертельные случаи на улице Есенина в последнее время стали пугающе регулярными. Основной причиной совершения наездов на пешеходов большинство водителей называют именно неожиданный выход людей на проезжую часть. Инспекторы советуют, особенно в темное время суток, быть бдительным как автомобилистам, так и пешеходам. И эти простые истины они пытаются донести до участников дорожного движения. Вечная война пешеходов и водителей в нашем регионе никак не закончится. Только за 10 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло 438 наездов на пешеходов, в результате которых погибло 67 человек и 403 получили травмы. При этом 108 ДТП произошло на пешеходных переходах. В них 6 человек погибло и 103 человека получили ранения. С целью обеспечения безопасности пешеходов на дороге сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды, направленные на выявление нарушений ПДД как водителями, так и пешеходами. Ведь они также являются полноправными участниками дорожного движения. Опять же, за 10 месяцев было выявлено порядка 8,5 тысяч нарушений стороны водителей по непредоставлению преимущества пешеходов. И более 10 тысяч пешеходов-нарушителей, которые приходили в неположенном месте дорогу на красный свет, запрещающий сигнал светофора. Не стоит забывать и о том, что с наступлением осени световой день становится короче. И чаще всего водители замечают пешеходов лишь тогда, когда те мелькают в свете фар встречного транспорта. Так что, если вам, господа пешеходы, не очень нравятся светоотражающие детали в одежде, то хотя бы, прежде чем вступить на проезжую часть, трижды убедитесь в безопасности своих действий. Ну а водителям мы пожелаем по старинке быть внимательными и соблюдать правила безопасного движения. Помимо дорожных инспекторов проводят свои рейды и судебные приставы. Накануне они депортировали за пределы России еще одну группу нелегальных мигрантов. На этот раз нежелательные для пребывания гости были из государства Дальнего Востока. Очередная группа иммигрантов сегодня была отправлена из аэропорта Шереметьево к себе на родину. На этот раз судебные приставы обеспечили билетами на рейс самолета граждан Китая. Наибольшее количество иностранных граждан это из республики Узбекистан, 50 человек из Таджикистана, 18 из республики Вьетнама. Ну и дальше по уменьшению Армения в рейтинге занимает очередное место 6 человек из Кыргызстана, 5 Молдова, Украина. Ну и по одному граждану из республики Азербайджана, Казахстана, граждан Нигерии, Туркмении, Белоруссии и Грузии. Вот сегодня 19 ноября дополняется еще одна страна, это Китай. Выдворяем 8 иностранных граждан, из них, среди них 3 женщины. На сегодняшний день в управлении Федеральной службы судебных приставов в разработке находится 443 исполнительных документа об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Судебными приставами по обеспечению основного порядка деятельств судов управления выдворены за пределы Российской Федерации в форме принудительного контролируемого перемещения через государственную границу 345 иностранных граждан, в том числе 6 женщин. За аналогичный период прошлого года было выдворено на этот момент 335 человек. В настоящее время приставы готовят документы для отправки на родину еще пяти нелегалов. Все они были признаны виновными в нарушении режима пребывания на территории нашей страны. Вчера губернатор Рязанской области Олег Ковалев провел рабочую встречу по вопросам восстановления деятельности Рязанского станкостроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Уже сейчас есть заинтересованный инвестор, и реализация этого проекта позволит выпускать современное оборудование и создать более тысячи новых рабочих мест. Мы оказывали и будем продолжать оказывать максимальную поддержку инвестициям, малым, большим, средним инвестициям, модернизации производства, создания новых производств. Но мы вправе ожидать ответной реакции. Она заключается только в том, что социализация этих инвесторов в обязательном порядке и уплата всех налогов в соответствии с действующим законодательством. Инвестиции, по словам Олега Ковалева, позволят и увеличить поступление денег в бюджет. Тему собираемости налогов губернатор продолжил на коллегии в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Еще раз хочу сказать, что в нынешних экономических условиях, конечно, ваша работа для нас, она имеет особое значение. Когда стоит задача исполнить очень напряженный бюджет 2015 года, который мы приняли, я скажу, нелегко давался бюджет. Мы шли по пессимистическому сценарию. И, знаете, когда приходится резать по-живому, это всегда очень болезненно воспринимается. Не только обществом, будем говорить так, да, потому что общество уже чувствует, когда идет исполнение бюджета. Оно не чувствует в момент принятия бюджета, а тем специалистам, которые участвуют в принятии бюджета. Бюджет действительно очень напряженный. Мы, значит, да, мы его сбалансировали, да, мы определили небольшой все-таки рост доходов за счет экстенсивных факторов, за счет лучшей собираемости, за счет отмена ряда неэффективных год. Вот, значит, но выполнить мы закрыли все расходы на социальные обязательства в полном объеме. Единственное, что сегодня нас немножко удручает, это все-таки относительно прошлых лет мы поменьше средств заложили на капитальные вложения. В Рязанской области за 8 лет выдали более 35 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщили работники Рязанского пенсионного фонда. За это время 16 тысяч семей с помощью полученных средств улучшили жилищные условия. Почти тысячи семей направили деньги на получение образования детьми. А в Захаровском районе Рязанской области вручен 400-й государственный сертификат на материнский капитал. Владельцем юбилейного сертификата стала мама двоих детей Ирина Татьянкина. Напомним, что размер семейного капитала в этом году составляет 429 тысяч 408,5 рублей. С 1 января следующего года он будет проиндексирован, исходя из уровня инфляции. Сегодня утром горожане могли наблюдать припорошенные снегом дороги и тротуары. А синоптики обещают морозную погоду и приход зимы. После долгих проволочек погода в нашем регионе не только приблизилась к своей климатической норме, но и уже пошла на опережение. Режим предзимья запущен, а отрицательная температура удерживается в течение всего дня. В воздухе нет-нет, да и появляются снежинки. И в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Антициклон, который поддерживает высокое атмосферное давление на большей части Европейской России, втягивает в свою орбиту холодный воздух с востока, где уже установилась по-зимнему морозная погода и лежат снега. Нам антициклон существенных осадков не обещает, но и солнцем вряд ли порадует. На этой неделе погода не будет отличаться изысками. На фоне высокого атмосферного давления температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах от 5 до 10 градусов мороза, днем от минус 1 до минус 6. В общем, прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу, надо только тепло одеться. Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал заместитель начальника отдела поддержки молодежных и общественных инициатив при Министерстве спорта Рязанской области Павел Симаков. И речь в программе пойдет о стартовавшем недавно фестивале театрального искусства «Карусель». А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова